Открытый диалог с Александром Непомнящим Очередная встреча с Александром Непомнящим. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, Сергей. Немножко слабо вас слышно. Меня? Но попробую прислушаться. Ну, главное, чтобы вас было слышно хорошо. Ну, хорошо. А вас слышно нормально, насколько я понимаю. Да, уважаемые дамы и господа, вот те, кто в Ютьюбе или где-то, если какие-то замечания по звуку, то дайте знать, мы попробуем исправить, если что-то не так. Давайте-ка начнем. Готовится Израиль к суверенитету, там, части территории. Что происходит? Да, по мере того, как мы приближаемся к исторической дате, хочется надеяться, очень хочется надеяться, Сергей, что это действительно историческая дата, и что, ну, если не 1 июля, то, по крайней мере, в неделе, максимум в месяц после 1 июля, мы действительно узнаем о историческом решении, о объявлении суверенитета, по крайней мере, на части Иудеи и Самарии, областей, которые были освобождены в 1967 году, которые являются, по сути дела, сердцем библейской страны Израиля, и это объявление суверенитета израильской будет поддержано американским правительством, администрацией президента Трампа. И по мере того, как мы приближаемся к этому историческому событию, конечно, нарастают напряжения, нарастает сопротивление врагов государства Израиля, еврейского государства, и врагов как внутри, так и снаружи. И, конечно, очень многое зависит не только от израильтян, не только от премьер-министра Натаньяу, но и от того, насколько администрация Трампа готова поддержать это решение. Я напомню, это, в общем, это часть плана Трампа, то есть это часть инициативы, которую, собственно, администрация Трампа подготовила и объявила миру. Но многое случилось с тех пор, как это произошло. Израиль был занят почти год выборами своими, а теперь, когда мы оправились от выборов, то наступила корона, ситуация в Америке изменилась, мы приближаемся к ноябрю, к американским выборам. И у администрации Трампа совершенно естественным образом другие приоритеты, другие заботы, и план Трампа по урегулированию, по созданию мира на Ближнем Востоке, в общем-то, по понятным причинам, не является самым главным приоритетом администрации американской сегодня. И, тем не менее, эта неделя прошла как неделя обсуждений. В Вашингтоне команда, которая, в общем, отвечает за ситуацию или которая продвигает план Трампа, занималась обсуждением того, что собирается сделать Израиль и как ответит на это Америка. То есть разные сценарии прорабатывались. И вот сейчас представители этой команды из США прилетели сегодня, они прилетели в Израиль. Речь идет о Ави Берковиче. Ави Беркович для израильского уха звучит как совершенно израильское имя, но, тем не менее, Ави Беркович ему 31 год всего. Это американец, который сменил Гринблата на посту специального посланника президента на Ближнем Востоке. То есть это человек, который, по сути дела, отвечает за притворение плана Трампа в жизни на Ближнем Востоке. И он прилетел в Израиль вместе с послом США в Израиль Фридманом. Судя по тому, что они приехали сюда, аналитики говорят, что это означает, что американская администрация собирается поддержать израильскую инициативу по поводу суверенитета. И пресс-секретарь Белого дома буквально сегодня с утра у нас с утра сообщила, что ожидается большое и важное заявление Трампа на эту тему. Мы не знаем, как именно будет, но надо полагать, что Трамп не изменит себе. До сих пор его позиция была очень последовательна во всех важных вопросах. И то, что он говорил с самого начала, что он намерен признать израильский суверенитет в Иудее и Самарии, это действительно произойдет. Конечно же, со всех сторон подогреваются страсти, и левые верещат о том, что это вызовет колоссальное сопротивление в арабском, мусульманском мире, начнется Третья мировая ядерная война, катастрофа вселенская и прочее, прочее, прочее. Что можно на это сказать? Ну, во-первых, уже и раньше нам говорили, ах, если только Трамп скажет, что он переносит посольство в Иерусалим, мир взорвется. И Трамп сказал, и мир не взорвался. После этого, если только Трамп скажет, что он поддерживает суверенитет Израиля над голландскими высотами, мир взорвется, мир не взорвался. После этого, если только американская администрация посмеет сказать, что она не считает еврейские населенные пункты в Иудеи и Самарии незаконными, какими они, конечно, не являются, то мир взорвется, и мир не взорвался. Поэтому надо полагать, что и теперь мир тоже не взорвется, об этом мы чуть позже поговорим еще. И важно понимать, кто являются движущими силами этого суверенитета, для того, чтобы действительно понять, будет он или не будет, состоится или не состоится, кто его продвигает, кто его тормозит. И возможно, что для наших американских слушателей не очень понятно, ну, суверенитет, ну, что-то там Израиль такое провозглашает, для израильтян это равносильно, по сути дела, декларации Бальфора, то есть принципу создания государства. Снова, повторю, речь идет о сердце библейской земли, от местах, которые упоминаются в Канахе, в Священном Писании, в Библии, как говорят христиане, места, которые неразрывно связаны с формированием еврейского народа, и, по сути дела, это и есть Израиль исторический. И, конечно же, огромное количество евреев, и израильтян, и евреев по всему миру мечтают о дне, когда Израиль, наконец, сможет сказать, «Да, это моя земля, и хватит обсуждать, отдадим мы это, передадим мы врагам или не передадим». Нет, мы не собираемся это передавать. Конечно, мы все в замирании, и надо понимать, что главным сегодня тем, кто продвигает этот план, является, например, министр Натаньяо. Для Натаньяо, по сути дела, это дело его жизни. То, собственно, с чем он войдет в историю. Безусловно, этот человек уже заслужил своего признания в масштабе израильского правителя, в израильской истории. Более того, он сегодня, безусловно, является одним из очень значимых и важных политиков мирового масштаба. И для израильтян это уже премьер-министр, который в самое большое время, в самое большое число лет является премьер-министром и в непрерывности, и в целом. Но, безусловно, для Натаньяо очень важно закончить свою политическую карьеру. Мы понимаем, что, в общем, люди не вечны, и Натаньяо, скорее всего, еще год, может быть, еще два, еще три, но он закончит свою политическую карьеру, он уйдет на пенсию. И важно, с чем он уйдет, что останется в истории с его именем связанным. Очень похоже, что он хочет стать тем премьер-министром, который действительно распространил суверенитет на эти исторические области, и для него это очень важно. Кто в Израиле тормозит сегодня это? Ну, понятно, что всевозможные левые радикалы кричат, верещат, мешаются, путаются под ногами, но это верещание шавок, которые не влияют на реальные процессы. Кто действительно реально тормозит, это, конечно, Ганс и его команда. И здесь надо понимать, что дело не в том, что Ганс очень левый. Ганс, безусловно, левым взглядом человек, но он не из тех, кто готов сорвать суверенитет, исходя из каких-то идеологических принципов. Он просто еще не решил, что будет дальше. И он хочет дотянуть до октября, чтобы понять, что происходит в Америке. Ведь если раньше было совершенно ясно, что Трамп побеждает, он как бы легко берет следующие выборы, то теперь мы понимаем, как все сложно и как все напряжено, и как сейчас непросто будет Трампу победить на выборах в ноябре. Ганс хочет дождаться октября, чтобы понять, кто побеждает в США. И если станет ясно, что Трамп не побеждает, то он уже будет активно срывать распространение суверенитета, поскольку демократическая партия сегодня, американская партия, является сегодня главным противодействующей силой теми, кто пытается сорвать принятие распространения суверенитета. Для них это даже тоже не столько вопрос нанесения ущерба Израилю, сколько нанесения ущерба престижа Трампу. Ах, Трамп, ты хочешь заслужить признание перед выборами тем, что тебе удастся продвинуть исторический процесс диалога между евреями и арабами, и действительно продвинуть направление, которое может привести к какому-то миру и существованию, в отличие от всех остальных безумных идей, попыток, которые предполагались раньше, мы тебе этого не дадим. Не дадим не потому, что мы считаем что-то плохо или хорошо, просто потому, что это делаешь ты, ничего личного, чистый бизнес. И демократы сейчас ставят все на то, чтобы сорвать это мероприятие. И, соответственно, Ганс, который, конечно, человек, в отличие от Натанияу, он не то, что он сильно не любит Трампа, но ему будет спокойно работать и с демократами. Если демократы скажут разваливать государство Израиль, чего они, собственно, добивались при Обаме, то он будет это делать, может быть, не так охотно, но это не тот, кто будет, как Натанияу, уходить от давления и пытаться спасти свою страну. Поэтому мы понимаем, конечно, что для израильтян не победа Трампа в ноябре, это просто катастрофа. Это реальная катастрофа. Мы можем оказаться в ситуации, когда во главе страны находится Ганс, во главе Америки демократы, причем не демократы старого разлива, а демократы именно сегодняшние, одиозные, по сути дела, так сказать, враги демократического общества, враги либерально-демократических ценностей, люди, которые гораздо ближе братьям-мусульманам, чем тем ценностям юдио-христианским, в которых, в общем-то, стоит Америка. Так вот, эти люди во главе Америки, это катастрофа, конечно, и для Америки, и для всего мира, и для Израиля в первую очередь. И вот мы видим, как 189 конгрессменов, демократов, естественно, обратились с открытым письмом к Антаниелу, не делая одностороннего шага, не распространяя суверенитет. Очень интересно, эти люди совершенно не выступали против одностороннего отступления из Газы, когда в 2005 году Шарон уничтожил 22 поселения в Газе и в Северной Самарии, изгнал 10 тысяч евреев из своих домов, разрушил эти дома, отдал это все террористам, по сути дела, предвратил Газу под здаром Хамаса, братьев-мусульман, фанатиков мусульманских. Это был односторонний шаг, и я не помню, чтобы демократические конгрессмены выступали против этого шага. Сегодня они пишут это письмо в честь республиканских конгрессменов, как бы всех сортов, ни один из них не подписал такого письма. Это только демократы, я так понимаю, что не все, 189 конгрессменов-демократов, это, насколько я понимаю, все-таки не все конгрессмены, так что, в общем, не все отметились в этом отвратительном призыве, Натаньял, не распространять еврейский суверенитет на еврейские земли в Иудеи и Самарии. В арабском мире происходит следующее. Иорданский король верещит со страшной силой, от него мало что зависит, и, в общем, Израиль мало прислушивается к его верещанию, хотя, чтобы успокоить немножко туда, на днях слетал глава Массада, и поговорил с королем, так сказать, не ранг Натаньяла беседовать с этим существом, глава Массада вполне подойдет, видимо, что-то пообещали, как-то мы поможем, собственно, Израиль давно уже содержит Иорданию, поддерживает им военными данными разведки, военным вооружением, деньгами, водой и всем остальным. Почему король Иорданский верещит? Это понятно. В Иордании большинство, именно тех, кто называет себя палестинские арабы. И если после того, как начнется процесс суверенитета, и арабы начнут палестинские возмущаться, потому что совершенно понятно, что они у нас ведь люди, которые никогда не говорят «да», они не говорят «да» ничему, они всегда недовольны, и все не нравится. С самого начала 1948 года никогда ничего не хотели, они хотели только все и никогда ничего не получали. Так вот, в Иудеи и Самарии им разбуляться не дадут, поскольку, в общем, молодежи там мало, молодежь мигрирует, бежит из Иудеи. Самария арабская, разбегается по всему свету, куда только может. Поэтому буйных настоящих там мало, воевать некому. А вот в Иордании они могут начать буянить, как бы против суверенитета, но под шумок скинуть короля. Король этого очень боится, поэтому он как бы нервничает, верещит, и у него и так все там трещит по швам, и пытается как бы выторговать себе какие-то преференции, чтобы ему дали денег, чтобы обещали какую-то помощь, и для этого он, так сказать, все время что-то такое бубнит против. Остальные арабы заняты своими делами совершенно откровенно, то есть не обращают на это внимание. Или даже вот как мы в прошлый раз бесед говорили об Объединенных Арабских Эмиратах, которые сказали, сформулировали очень четкую формулу дружбы с Израилем. Они сказали так, мы расходимся во мнениях, но это не мешает нам сотрудничать с других областями. И буквально неделя прошла, и они уже подтвердили это на деле. Две компании арабские, из Объединенных Арабских Эмиратов, и две компании израильские будут сотрудничать и создавать нечто, так сказать, в борьбе с коронавирусом. Великолепно. На самом деле это сенсация для Израиля, для Ближнего Востока фантастическая, потому что подумайте только, Объединенные Арабские Эмираты страна, которая традиционно находится в войне с Израилем последние 70 с небольшим лет, собственно, с тех пор, как Израиль возник. Формально, конечно, мы давно уже не воюем, формально сотрудничали, но под столом. Все это было шито, крыто. В 90-е годы израильтяне уже поставляли им всякие системы военные, системы защиты от ракет и так далее. Все это было, но это было под столом. Сейчас это все открыто, они откровенно, сами официально говорят, мы сотрудничаем с Израилем, да, по поводу короны, дело святое, мы с евреями, так сказать, никаких проблем. И арабы это принимают остальные. То есть все, ситуация растормаживается. Казалось бы, наши СМИ и американские СМИ должны говорить об этом день и ночь. Вот какое действительно буквально мессианское время. Арабы с евреями сотрудничают вместе. Молчание. Ведь это же Натанияу все сделал, ведь это Трамп все сделал. Зачем говорить про то, как они, чего они действительно добились. Тем временем, очень забавный случай произошел недавно, буквально на днях на международной конференции, приуроченной к столетию конференции Сан-Рэма. Конференция Сан-Рэма, я напомню, это та конференция, на которой, по сути дела, страны-победительницы после Первой мировой войны делили остатки Османской империи. Это были Англия и Франция. Россия должна была тоже участвовать. Но в России, как мы помним, были другие совсем проблемы после Первой мировой войны. И они фактически как бы выпали из этой раздачи слонов. Англия и Франция делили между собой. Под шумок Англия использовала идею о том, что они должны создать евреям государства, чтобы не дать французам укрепиться в Святой Земле. И вот на этой конференции в Сан-Рэма в общем, как в общей ситуации наконец-то евреям впервые было объявлено о том, что они получат свое государство на исторической родине. И вот к столетию этой конференции, которая играла огромную роль для еврейского народа, но достаточно большую роль и для колониальных держав, для Франции, Англии, для побежденных стран, французский представитель начал наезжать на Израиль, на суверенитет, ах, если израильтяне только посмеют распространить суверенитет в Иудеи и Самарии, это нарушение международного права. И тут американский представитель Грингот, нам хорошо известный, говорит так, а вот вы знаете, в 95-м году Конгресс единогласно признал Иерусалим единой неделимой столицей Израиля. Вот ведь были времена. 95-й год Конгресс единогласно признал. Сейчас 189 конгрессменов требует, чтобы Натаньяло ни в коем случае не распространял суверенитет. Но были времена. Так вот, в 95-м году Конгресс единогласно признал Иерусалим неделимой страницей, говорит, столицей Израиля, говорит Грингот. Так что, США тоже нарушили международное право? То есть, иными словами, если вы наезжаете на Израиль, потому что вы думаете, что Израиль маленький и без защиты. Так вот, Америка тоже так. Америка тоже нарушает международные права. Вы хотите с Америкой иметь дело? Да, намекнул Грингот. И Трамп перенес посольство в Иерусалим и признал суверенитет Израиля на Голландах. Так вы считаете, что США тоже нарушители? Или все-таки проблемы несколько сложнее? Тут француз понял, что его затягивают как бы в полушутку. А, кстати, я не сообщил. Эта конференция происходила по Зуму, потому что сейчас у нас конференции по-настоящему нет. Все-таки почти никто не встречается, никто никуда не летает. Но конференция шла по Зуму, по видеоконференции. И вот француз, конечно, страшно смешался, потому что найти Израиль, это пожалуйста. А вот создать дипломатический казус с Соединенными Штатами Америки и французы все-таки на это не решились. И он смешался и заявил, что надо изучить вопрос. То есть США он нарушителями международного права считать не был готов. Что мы здесь видим? Мы видим, как США, администрация Трампа четко и ясно и однозначно и совершенно бескомпромиссно защищают своего союзника. Не дай бог, чтобы мы сейчас потеряли эту администрацию и ее сменили откровенные враги Израиля. Евреи США, все люди, которые сегодня обладают возможностью голосовать в США, подумайте очень хорошо. Если вы друзья Израиля, даже не думайте, даже не сомневайтесь. Только за Трампа. Только за Трампа. И вот, конечно, в контексте вот этой приближающейся ноябрьской коллизии выборов в США со всеми сложностями добавляется еще, конечно, история о Джоне Болтоне. Болтон, которого мы считали, ну, собственно, до сих пор считаем одним из блестящих американских правых политиков, столпов правой американской политики. Сейчас мы знаем, он написал книгу, он распространяет ее книгу, которая, по сути дела, подрывает позиции Трампа. И вот именно сейчас, накануне выборов, он хочет с этой книгой выйти на рынок, чтобы, безусловно, повлиять еще на каких-то людей, как бы такое нападение, атака на Трампа справа. И по этому поводу, безусловно, нужно, стоит сказать несколько слов. Во-первых, критики бывшего советника по национальной безопасности США Джона Болтона обычно называют его неоконсерватором. Но это неправильно. Дело в том, что Болтон никогда не был частью неоконсервативной элиты чиновников администрации Буша. Вообще, кто такие неоконсерваторы? Это, по большому счету, это мессианское движение. Это мессиане, у которых американский империализм, назовем вещи своими именами, распространение американского влияния, является, по сути дела, религией. Неоконсерваторы считают, что Америка — это и есть земля обетованная, то есть святая земля. Американцы — избранный народ. Я, конечно, утрирую, но, в общем-то, суть именно такая. И с их точки зрения Тору в свое время сменила Декларация Независимости. И теперь Тора — это вот как бы свет истинного учения всем народам и нациям. Она исходит уже не из Сиона, то есть не из Иерусалима, а из Вашингтона. И мир придет к идеалу своему, к тому, что евреи называют теку нулям — исправление мира. Не тогда, когда народы мира примут божественное правление как бы единого бога израильского, ну и всевозмирного, а когда американская империя, страна, принесет демократию во все уголки мира. Вот это глобальная позиция. То есть мы самые лучшие, и мы несем этот лучший мир всем остальным народам, хотя это не того или нет. Это неоконсервативная как бы позиция. Так вот, Болтон, как и президент Дональд Трамп, он человек прагматичный. Он относится, ну, может быть, не с презрением, но с таким как бы к мессианству. Это не его. Болтон — человек абсолютно прагматичных, как и Трамп, кстати, взглядов. И его взгляды, как и президента Трампа, на внешнюю политику резкие и очень сухие. По сути дела, как это можно сформулировать? Америка — это хорошие парни, good guys. И у Америки есть враги и союзники. И нужно быть хорошим со своими союзниками и плохими со своими врагами. Так, чтобы люди во всем мире захотели быть твоими союзниками, не хотели быть твоими врагами. Абсолютный прагматизм, никакого мессианства. И когда, в 2012 году, кстати, когда Болтон проводил предвыборную кампанию на президентских праймерах среди республиканцев, многие его сторонники считали, что вот как минимум его забег он поможет позиционировать Болтона как носителя стандартов национальной безопасности республиканской партии. Поэтому, когда президент Трамп назначил Болтона в качестве советника по национальной безопасности в 2018 году, то, в общем, многие считали, я так считал, что эти двое, работая вместе, конечно, вознесут статус сверхдержавы американской Америки как сверхдержавы на совершенно новую высоту. Потому что это все такой вот жесткий прагматизм хороших людей, знающих, что они делают хорошее дело и знающих, как это делать. Но, увы, здравый смысл этих двух мужчин в общем направлении политики национальной безопасности США не привел удивительным образом и, может быть, неудивительным, к хорошим рабочим отношениям. И, честно говоря, наиболее ответственным за эту неспособность работать вместе, надо сказать, был Болтон, а не Трамп. Я объясню, почему. Болтон как бы убежден и вот он демонстрирует, говорит об этом все время. Он написал об этом книге, судя по всему, мы не читали, я не читал еще его книгу, но общий нарратив там понятен. Болтон убежден, что у Трампа нет никакой внешнеполитической стратегии. Но это, на мой взгляд, абсолютно неправда, потому что последовательность внешней политики Трампа по всем направлениям, по крайней мере, по тем, которые я понимаю здесь на Ближнем Востоке, еще немножко, ясно дает понять, что у президента Трампа есть очень четкое, очень хорошо продуманное стратегическое видение и очень четкая операционная перспектива. Он знает и стратегию, и тактику. Стратегическая цель Трампа состоит в том, чтобы сделать Америку сильнее. И прежде всего изнутри, из дома. В этом смысле я скажу вам, Трамп и Натаньял правые политики, они очень дружны друг с другом, но они не похожи, казалось бы, Трамп, он такой решительный, резкий. Натаньял, он гибкий, уходящий, когда от каких-то сложных проблем. Но оба, обоих объединяет то, что они понимают, что прежде всего, чтобы победить, чтобы сделать сильнее Америку или Израиль, нужно начинать из дома, начинать операции на экономические показатели, а не захватывать всех. Там, захватим этих, захватим этих, а то-то-то-то-то. Не так это работает. И Трамп отправляется в мир не для того, чтобы сдерживать врагов и обнимать своих союзников, как таковых. Он отправляется в мир, чтобы восстанавливать промышленную базу Америки, чтобы вернуть фабрики и фирмы, которые последние 30 лет бежали в Китай, в Мексику, в другие зарубежные страны и увезли за собой миллионы американских рабочих мест. И Трампу не нужна гонка вооружений ради нее самой, как таковая. Он заботится о наращивании военного потенциала США только потому, что хочет, чтобы Америка была первой, чтобы она была номером один. И еще, чтобы у нее было больше оборонных отраслей, которые бы давали работу американцам. И эта перспектива, это как бы видение Америка прежде всего, она достигает целей, которые поставлены и тех целей, о которых мы говорим. Она сдерживает и ослабляет врагов Америки быстрее, эффективнее, чем военные стратегии и сдерживания, которые бы стремили к сдерживанию ради самих себя. То есть мы бы сейчас запугали всех своих врагов, и они бы тут же поджали хвосты. Окей, это тоже стратегия, но у Трампа другая стратегия. Мы станем сильнее, и эта наша сила будет сдерживать врагов гораздо лучше, чем какие-то наши резкие движения. И это приводит нас к пониманию тактической перспективы Трампа. Для Трампа предпочтительным инструментом продвижения своей внешнеполитической программы является экономическая сила, а не военная мощь. Поэтому 45-й президент использовал экономические санкции и наступательную экономическую политику, активную, агрессивную экономическую политику, чтобы поддерживать глобальное положение Америки и более эффективно продвигать ее национальные интересы. И добился с ним большего успеха, чем кто-либо когда мог представить, и чем другие какие-то президенты до него. И, видимо, Болтон, в свою очередь, никогда не понимал того, что делает Трамп. Он, возможно, изначально уважал бизнесмена, который вышел из своей позолоченной башни на Манхэттене, чтобы баллотироваться на пост президента и победил. Но он не пытался понять Трампа, его позицию и согласовать свое мышление с позицией своего босса. И поэтому Болтон сейчас принижает достижения Трампа. И, более того, к концу своего пребывания в Белом доме он, похоже, полностью отверг право Трампа видеть мир своими глазами, а не глазами Болтона. Вероятно, та соломинка, которая переломила спину верблюда терпения Болтона, она наступила 20 июня 2019 года. Вы помните, в тот день КСИР, революционная гвардия Ирана, она сбила американский беспилотник над Армузским проливом. И первоначально Трамп прислушался к совету госсалитаря Помпео и Болтона и приказал нанести ответный удар по Ирану. А потом в последний момент он передумал и отменил удар. И Болтон, он как раз тогда прибыл в Израиль через несколько дней, он был вне себя от ярости. Его это вбестило. Как можно... Они так надеялись, что Трамп, он такой же, как они, жесткий, железный. Трамп только посмел что-то такое хрюкнуть, и ему сразу голову снесли. И в своей ярости, может быть, многие тогда Болтон и вместе с ним многие, кто считали так, упустили из вида очень важные факты. Во-первых, Трамп политик. Он не военный стратег, он политик. У него есть соображения политические, которых, возможно, часто нету даже у самых лучших отборных советников. Можно было бы ожидать, что Болтон, как бывший кандидат в президенты, он поймет это, он увидит это глазами политика. Но как советник национальной безопасности, Болтон просто не хотел принимать внимания важность политики в целом, в том числе важность, которую Трамп придает ответственности по отношению к своим избирателям. Скажем прямо, ответный удар по Ирану привел бы к войне. Война — это не то, что обещал Трамп своим избирателям. Да, он обещал, что Америка станет сильной. Но он не сказал, что это значит, что Америка должна пойти и всех, так сказать, крушиться всех сил дубиной. Ведь крушение этой дубины принесет огромное количество смертей американскому народу тоже. И Болтон отказался видеть лес за деревьями, потому что Трамп действительно отказался нанести прямой ответный удар за атаку по беспилотнику. Но с точки зрения как бы око за око это могло выглядеть как признак слабости. Как часто и Натанья обвиняют в том, что вот он не отвечает сразу, вроде как слабость какая-то. Но ведь посмотрим, к июню 2019 года политика Трампа в отношении Ирана была на расстоянии световых лет от политики его предшественников. Вспомним, Джордж Буш, который бесстрашно пошел воевать на Ближний Восток. Он дал Ирану бесплатный пропуск, который привел к гибелям сотен американских военных в Ираке и Афганистане. Он позволил Ирану шуровать там и фактически создал огромную проблему. А потом Барак Обама узаконил ядерную программу Ирана. Еще давал миллиарды аятолам. Трамп отказался от ядерной сделки, которую Обама разрешил. И ввел очень жесткие экономические санкции против Ирана и поддерживал действия Израиля против пособников Ирана в Сирии. И, по сути дела, экономические методы, в которых американские солдаты не были задействованы, значит, не гибли и не возвращались в гробы с американскими молодыми людьми в Америку. Они оказались очень эффективны. И, может быть, мы сегодня во второй плане передачи нашей поговорим о том, насколько эффективны, насколько Иран теряет свои позиции даже там, где, казалось, у него все схвачено совершенно замечательно. И вот Болтон, он во время пребывания своего в Белом доме и после ухода, он ведет себя как человек, который не смог смириться с тем, что он был советником президента, а не самим президентом. Потому что, окей, его подход понятен, и, возможно, что в некоторых случаях он был прав, но он был советником, а не президентом. И он не воспользовался той возможностью, которую Трамп ему дал, занять место за столом самого влиятельного в мире лидера. Он хотел, по сути дела, занять место Трампа во главе стола. И это, безусловно, очень жалко. Это большая трагедия, потому что для меня все равно Болтон остается человеком, которого я очень уважаю, его позиции, его взгляды. То, что происходит сегодня, на мой взгляд, откровенная подмена интересов национальных, государственных интересов. Он подменяет их личными обидами, обидками на Трампа. Мы сейчас в Израиле пережили целый год, год, когда у нас не было стабильного правительства, потому что там с дюжином политиков, причем не самых левых даже, это были личные амбиции, обиды над Натаниалом, что он их не оценил. Он их не оценил и правильно не оценил, как мы видим сейчас. Но вот эти их обиды привели к году нестабильности. Во многом они были в этом виноваты. И вот сейчас мы видим, как Болтон своими руками подрывает шансы Трампа на переизбрание. Мы в Израиле смотрим на это с ужасом, потому что для нас, конечно, это будет совершенно ужасно. Но давайте сделаем перерыв, мы уже и так немножко перешли к краям и продолжим разговор. Обязательно. Обязательно продолжим. Возвращаемся к беседе с Александром Непомнящим. Телефон в студии 847-400-5200. Александр, если не возражаете, давайте примем звонок. Давайте, только я почти ничего не слышу. Я попробую, может быть, наушники одеть. Ну, давайте попробуем. Добрый день. У меня только один вопрос. Я полностью согласен с непомнящим. Есть ли где-то его выступления, его статьи на английском? Если есть, то где? Где их можно найти? Ну, мне неизвестно... Это ваше выступление, Александр. Это вопрос к вам. Есть ли ваше выступление или статьи на английском? Ну, вот я сказал, да, я не знаю об этом. Я знаю, что однажды моя статья была переведена на английский язык, и это привело к очень забавным событиям. Это была первоапрельская статья о том, что Че Гевара и Шаром являются двоюродными братьями. Но это отдельная история. Что касается политических обзоров и аналитики, мне неизвестно, чтобы кто-то переводил это на английский язык. Спасибо. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Добрый день. Добрый день. Скажите, пожалуйста, я прочитал в интернете, что один из знаменитых журналистов Саудовской Аравии написал о том, что Палестина это вообще не народ. И он обвиняет Нягу за свою бездеятельность, что этот вопрос давно был решен, так как решались в свое время Голдомейер и все остальные очень жестко. Это правда такое было? Да, это правда. Это правда. Во-первых, мы об этом говорили в нашей передаче, и я сам переводил с иврита этот материал, и в сеть он попал на русском языке с моей подачи. Речь идет о саудовском блогере, достаточно влиятельном, который действительно ругал Израиль за то, что он слишком церемоничает, как бы миндальничает с палестинскими арабами, вместо того, чтобы взять их за шкирку и выгнать из Иудеи и Самарии, поскольку, говорил он, мы все знаем, что это не народ, а это сборище людей, пришедших сюда в середине 20 века, их нагнали англичане, до этого, это были некоторые другие волны, но речь действительно не идет о народе, это люди, которые всем надоели, и в арабском мире тоже, они клянчили деньги на создание своего государства, на войну с Израилем, в итоге, ничего не добились, они конченые лузеры, сказал этот самый блогер, и в общем, это отражает новый нарратив властей Саудовской Аравии, они хотят сотрудничать с Израилем, но они так долго учили свой народ ненавидеть Израиль, что сейчас это сложно сделать, и они потихонечку проводят как бы перестройку сознания своего общества, они готовят людей к тому, что забудьте про палестинских арабов, они никому не интересны, это вечные лузеры, давайте дружить с Израилем, то, что делает сейчас Дненный Арабский Эмират. Спасибо. Спасибо вам. Ну, а теперь, наверное, что там произошло, что там за взрывы на окраине Тегерана? Да, очень интересная ситуация, сегодня ночью, примерно в пол первого ночи, по местному времени, к юго-востоку от Тегерана прогремели два очень мощных взрыва, а из иранской столицы, поскольку это все недалеко, можно было наблюдать красное зарево такого апокалиптического толка, и по неофициальным иранским источникам этот взрыв произошел на территории секретной военной базы Парчин, люди, которые следят, отслеживают иранскую ядерную программу, прекрасно знают это название, поскольку это место входит в списки ядерных объектов Ирана, инспектирование которого многие годы безуспешно добивались эксперты из Мегате и, конечно, не получали. Социальная версия власти Ирана утром была таковой. Взорвались резервуары с техническим газом одного из объектов Минобороны Ирана, но к военным объектам происшествия отношения никакого не имеет. И во взрыве никто не погиб, но при этом кадров с места событий не было, и хотя пожар, как объявлялось, был потушен, все, что там как будто бы взрывалось, показали лишь много часов спустя и не сразу. И, судя по всему, по крайней мере, так утверждают в иранской оппозиции, показывают вообще что-то совершенно другое, не имеющее отношения к тому, что там было. Официальное агентство Иранское заявило, что на территории военной базы Парчин ситуация абсолютно нормальная, в этом районе нет никаких признаков пожара или дыма. Пресс-служба КСИР корпуса стражи исламской революции заявила, что обстоятельства происшествия расследуются, но нужно дождаться официальных сообщений. Потом представитель Министерства обороны сообщил, что да, был взрыв технического газа на территории входящей в охраняемую зону военного объекта в Парчине, уже входящей в охраняемую зону, и что возгорание взято под контроль, и будет тщательное расследование. По сути дела, военно-промышленная зона в Парчине в 30 километрах к юго-востоку от Тегерана было создано еще в 70-х годах. И к началу 2000-х здесь располагался крупнейший в Иране завод по производству взрывчатых веществ. И тут же находятся предприятия, на которых разрабатываются и производятся ракеты и снаряды. То есть там, конечно, есть чему взрываться даже очень сильно. И по данным МАГАТЭ, в Парчине проводились эксперименты, связанные с подготовкой к производству ядерного оружия. И в течение многих лет Иран не дает наблюдателям из МАГАТЭ посещать Парчин. В 2012 году там была сделана зачистка иранскими властями. А в 2014 году там уже был очень мощный взрыв и были погибшие. И СМИ тогда говорили, что это, возможно, была диверсия Израиля. Ну, или кого-то, может, Лихтенштейна, который обычно бомбит иранские объекты в Сирии. А в 2015 году Тегерам так и пустил инспекторов МАГАТЭ на военный объект в Парчине, но там ничего не нашли специалисты, которые прибыли, кроме очевидных следов недавней зачистки. Так или иначе, мы знаем, что в Парчине находится достаточно важный военный объект Ирана, связанный с ядерной программой. И что-то там взорвалось. И оппозиция иранская утверждает, что этот взрыв был результатом кибернетической атаки. То есть, по сути дела, иранцы в последнее время пытаются сделать что-нибудь неприятное Израилю. Например, они пытались захватить контроль над водными распределителем воды. Для чего? Для того, чтобы... Сейчас же все с помощью компьютеров делается. Речь шла о том, чтобы пустить в воду хлор. То есть, добавляется хлор, как мы понимаем, для того, чтобы убить бактерии. Но если добавить слишком много хлора, то убьются не только бактерии, но и те люди, которые будут пить эту воду. И вот такую версию издалека, как бы захватив компьютеры водной системы Израиля, иранцы недавно пытались сделать, у них ничего не вышло, потому что израильская сайбер-секьюрити она гораздо сильнее. Иранцы тогда получили от израильтян в своих портах, там, где они отгружают нефть и отправляют или газ, что-то там они сделали. Им тоже у них были всякие неприятности. И вот теперь мы видим, что в Порчине случился взрыв, что-то там раскрутилось не туда, что-то куда-то пошло не так. И, судя по всему, действительно это была не работа агентов на месте, а, так сказать, то, что называется по удаленке сработали. Ну, у нас сейчас такое время, вирусы, эпидемия, работаем только на удаленке, в том числе, видимо, израильские спецслужбы работают по Ирану тоже на удаленке. Но конкретно, что там произошло, пока мы не знаем. Думаю, что когда-нибудь мы узнаем подробнее. Спасибо. А что в Ираке вот вы упомянули победу дипломатии? Очень-очень, действительно, вот мы говорили только в первой половине о том, что позиция Трампа отличалась с позицией Болтона. У Болтона, давайте возьмем нашу дубину и как следует вломим Ирану. А Трамп говорит, давайте по-другому, давайте зайдем с другой стороны. И вот мы видели, что были экономические санкции, собственно, они есть и сейчас. И они продолжаются, они все больше сжимаются на горле уже не только Ирана, но всех тех, кто является его союзниками. Им очень четко дают понять, как Ливану сейчас, например. Ливан, там экономический крах, там лира ливанская пошла под откос и летит со страшным, как бы в пике ушла и не возвращается, потому что ливанские банки оказались между Сцилой и Харибтой. С одной стороны, Ливан это страна, которая подняла под себя Хизбалла, а Хизбалла это прокси Ирана. И по сути дела, Иран уже считал Ливан своей собственной водчиной, как бы присоединенной через Хизбаллу к Ирану. И тут оказалось, что американские экономические санкции которые говорят, что если банк какой-нибудь, вообще какая-нибудь компания сотрудничает с ливанскими банками, которые в свою очередь сотрудничают с Хизбаллой, то они тоже под санкциями. И ливанские банки оказались парями в международном экономическом сообществе. И вся экономика и Ливана встала и рухнула в одночасье, потому что без связи с внешним миром они не могут. А связи с внешним миром как бы у них игоря нету, потому что никто не хочет с ними общаться, иметь дело, поскольку это значит поссориться с Америкой. И по сути дела сейчас внутри Ливана начинает назревать ощущение, что а зачем нам вообще эта Хизбалла сдалась? То есть зачем мы страдаем от того, что Хизбалла превратила нас в иранскую как бы в иранский филиал, и при этом сами мы не живем лучше от этого, мы живем только хуже. Сошли к черту эти самые иранцы, давайте без них и все будет замечательно. Еще более серьезная ситуация для Ирана сложилась в Ираке, который тоже считался до недавнего времени, по сути дела, Ирак, это стало уже фактически тоже местом, где Иран чувствовал себя абсолютно спокойно и свободно, и еще несколько месяцев назад, но может быть чуть больше, может быть около полугода назад, мы говорили о том, что есть опасность, что иракская армия по сути дела станет частью армии Ирана, и она будет подмята под себя, подмята проиранскими милициями, которые сейчас превращаются в часть иракской армии, которые будут там распоряжаться всем и вся. И вот произошло ровно противоположное. В ночь на пятницу 26 июня бойцы контртеррористического подразделения иракских спецслужб, иракских спецслужб, вместе с американскими военными сотрудниками, они в Багдаде, в районе, который, в общем, находится достаточно близко к зеленой зоне, то есть той зоне, где находится официальный как бы Багдад-сити, они там пресекли попытку запуска ракет по американским объектам и по дипломатическим объектам, и задержали 19 боевиков шиитской группировки Катаиб Хизбала. Катаиб Хизбала это тоже Хизбала, но только не ливанская, а иракская. Это тоже шиитская милиция, которая подчинена Ирану, и хотя они находятся в Ираке, это, собственно, иракские, это граждане Ирака, но они подчиняются именно корпусу Стражей Исламской революции. Это одна из тех милиций, которые, власть в Ираке. И вот вдруг выясняется, что новый президент Ирака, которого иранцы, в общем, как им казалось, они его благословили, они его поставили туда, оказалось, что он уже не их человек, а скорее человек США, и может быть, еще Саудовской Аравии. И он начал зачищать страну от этих самых милиций шиитских, милиций проиранских. И там творится просто большой скандал и непонимание. Иранцы ругаются плохими словами. Один из лидеров КСИР вообще призвал отрубить руку не президенту, прошу прощения, премьер-министру Ирака Мустафе Акадиме, который собственно вот сейчас стал главой страны и который отдал распоряжение арестовать этих боевиков. Более того, днем еще нам сказали, что под давлением Ирана власти отпустили всех задержанных боевиков. Но к вечеру уже стало известно, что власти никого не отпустили. Более того, опубликовали официальное заявление о том, что вот такие нехорошие люди, иракцы под национальности, граждане Ирака, а верны они другой стране, не сказано, что Ирану, а другой стране, и они ведут, действуют, подрывая интересы иракского народа, иракской страны, и поэтому, конечно, никто из них на свободу не пойдет. Иными словами, правительство Ирака полностью вышло из-под контроля Ирана. Ну, может быть, я преувеличил, но вышло из-под контроля Ирана, и это, безусловно, тоже часть стратегии Трампа. Без ракет, без ударов дубиной. Когда нужно было уничтожить Касама Сулеймани, уничтожили, без Касама Сулеймани все рассыпается, и не нужно, так сказать, просто крушить все и вся. Не надо уничтожать комара с помощью гранатомета вместе с домом, в котором он летает. Это позиция Трампа, и здесь мы видим, насколько Трамп оказывается умнее дальновиднее Болтона. Это даже может быть удивительно, потому что Трамп пришел из мира бизнеса, а Болтон профессиональный политик, и тем не менее мы видим, что позиция Трампа или подход Трампа оказывается гораздо более эффективным и гораздо лучшим, чем подход профессионального политика. Здесь, опять же, я вижу очень четкие аналогии с критикой Натаньяу справа. Последнее время вот партия Ямина, правая партия израильская, ушла в оппозицию и оттуда очень, так сказать, ругает Натаньяу, и многие сторонники Ямина, след за своими лидерами, тоже ругают Натаньяу и вспоминают, вот он нерешительный, вот он это, вот он там. Снова посмотрите на ситуацию Болтон и Трамп. Болтон отличный человек, и Трамп отличный человек, и, к сожалению, не могут работать вместе, и это, возможно, скорее всего, личные отношения, но, тем не менее, мы видим, что Трамп действует очень разумно и, видимо, правильнее, чем действовал бы Болтон, или чем он действовал по Совету Болтон. То же самое в Израиле. Натаньяу и правые из Ямина это хорошие люди тоже, но они понимают ситуацию хуже, и поэтому мы видим, что действия Натаньяу оказываются более эффективными, более перспективными и стратегически верными, чем то, что предлагают нам лихие правые, которые считают, что всех можно тут, закидаем шапками и всех победил. Давайте попробуем принять звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Добрый день, Сергей, добрый день, Александр. Александр, скажите, пожалуйста, что-то у вас произошло такой возмутительный случай, касающийся изнасилования десятилетней девочки. Это первый вопрос. А второй, сегодня Сергей часто он подметил про фотографию, которую вы сферафировались у небольшого монумента Алтаены. И вот такой вопрос к вам. За эти 72 года представители Леова Левой партии, может быть, даже Бургуренка, хотя я очень сомневаюсь, хотя бы признали свою ошибку, что они совершили убив 18 еврейских граждан, солдат, которые должны были быть в армии обороны Израиля. Расскажите, пожалуйста, потому что я очень сомневаюсь, но просто интересно. Спасибо вам за программу. Буду слушать по радио. Спасибо за вопрос. Ну, во-первых, действительно ужасный случай. В Хайфе произошел, я не знаю всех подробностей, я видел в новостях, в Хайфе какой-то вор, который залез в квартиру, чтобы поживиться, но вместо того, чтобы поживиться, он изнасиловал девочку десятилетнюю, которая там находилась. Этого бандита поймали и даже публиковали фотографию, но они не публиковали еще имя и фамилию. То есть награда нашла героя, и он, по крайней мере, получит наказание сейчас. Большего я не знаю. Есть еще очень странная или не странная история о двойных стандартах левых, и отсюда мы перейдем уже на Альталену. Недавно одна левая журналистка заявила в прямом эфире, вот такими словами буквально. Она сказала, сторонники Натаньяу, они все такие уроды, что вот даже если Натаньяу лично изнасилует их дочь, они все равно будут за него голосовать. Вот так вот. Ей захотелось как бы облить грязью и Натаньяу, и его сторонникам. Я напомню, что это вообще-то больше половины страны и примерно две трети еврейского населения страны. Ну ладно. И тут же как бы параллельно стало известно, что один из лидеров партии Ешатид, буквально, так сказать, вторая, правая, скорее левая рука Ейры Лапида, человек, которого прочили в главы спикеры парламента, спикеры Кнесета, за ним тянется очень какая-то гнусная история с изнасилованием, причем сегодня изнасилованием ведь называют буквально все, что угодно, то есть посмотрел косо, уже могут сказать, что ты изнасиловал взглядом. Но там речь идет о конкретном классическом понимании этого слова изнасилования молодой девушки. И она подала жалобу в полицию. И полиция расследовала это, и ей пришел сверху от кого-то из руководителей партии Ешатид указание немедленно прекратить это все. И пресса это все знала и замолчала. То есть вот такие вот удивительные стандарты. Можно про Натаньяо сказать просто абсолютную какую-то бред и оскорбить по ходу всех его избирателей. И можно замалчивать изнасилование девушки высокопоставленным лидером левой партии. Потому что мы как бы одна банда, одна команда. Но на самом деле американцы прекрасно меня поймут, потому что у вас там Байден тоже, он у вас серийный насильник. А кто про это говорит, кроме правых средств массовой информации, которые периодически затыкают всякие в Твиттеры и Фейсбуке. Что касается Альталена, я вкратце напомню. Речь идет о одной из самых ужасных трагедий, произошедших за полгода до провозглашения государства. Правый, Бегин и его команда купили во Франции военный корабль, набили его оружием. Там были бронетранспортеры, там были патроны, там были были винтовки и автоматы. И привезли это все в страну, чтобы использовать в создании армии обороны Израиля и отбиваться от врагов. При том, что мы знаем, что в этот момент у Израиля были колоссальные нехватки в оружии. И на этом корабле были новые репатрианты. И не буду останавливаться в всех подробностях, но Бен-Гурион дал указание уничтожить этот корабль, потопить его. И делал он это исключительно из политических соображений. То есть через полгода должны были состояться выборы, выборы, первые выборы в парламент. И Бен-Гуриону очень важно было показать, что он сильнее и мощнее, и что у Бегина нет никаких шансов. Он обвинил Бегина совершенно абсурдным образом в попытке военного переворота, чего не было даже близко, поскольку Бегин не начал как бы сопротивление даже после того, как уже был потоплен корабль, и многие призывали его начать войну с Бен-Гурионом. Он сказал, вы сумасшедшие, вокруг нас реальные враги, и мы сейчас, мы ждали 2000 лет создания своего государства, сейчас мы все потеряем, потому что устроим гражданскую войнушку, и он не пошел на эту войну, и Бен-Гурион знал, что он не пойдет, поэтому он создал эту провокацию, он не дал Бегину привезти этот корабль и показать, так сказать, перед выборами свой успех, не дар продемонстрировать этот свой успех. Корабль был затоплен, и более того, люди, которые были на нем, они стали спасаться, он был затоплен на глазах у всего Тель-Авива. И боицы Пальмаха, то есть левой милиции, подчинявшиеся Бен-Гуриону, они расстреливали тех, кто подплывал к берегу, вот погибли эти 18 человек. Командовал всей этой гнусной операцией, кстати, никто иной, как Рабин, тогда еще молодой офицер Пальмаха. То есть это действительно ужасная история, но левые, как вы знаете, никогда не извиняются, они никогда не извиняются за свои преступления. Мы никогда не слышали о том, что левые в Израиле признали расстрел Альталены колоссальной трагедией, подлостью, ошибкой, чем угодно. Нет, наоборот, Бен-Гурион гордостью говорил, что святая пушка, потопившая Альталену, и точно так же рассматривает эту ситуацию сегодня и сегодняшние левые, конечно же, так сказать, дай им возможность, они бы с удовольствием расстреляли бы и потопили всех правых и ненавистного Натаньяу и всех остальных. Поэтому, если вы спрашиваете, извинялись ли они за это преступление свое, нет, левые такие, какие они есть, они преступники, они творят зло и никогда за это не извиняются. Спасибо огромное, Александр, и до встречи в следующий раз. До встречи.